Батфайт появился в одном из спортзалов СПБГУ. Это произошло случайно, когда мастеру спорта по самбо Михаилу Семененко необходимо было научить борцов ударом по движущимся мишеням. Пришлось использовать валанчик, потому что среди всего инвентаря только он оказался для этого пригодным. Ну, у Михаила Семененко очень большая фантазия. Вот опять же обрезки от татами, полиуретановые такие пластины. Он вырезал и сделал такие накладки на руки, на тыльной стороны и на ноги. И этот валанчик начали перекидывать через сетку. Накладки смягчили удары и добавили им точность, а скорость валана позволяла направлять его полет. Теперь все зависело далеко не от удачи. И так упражнение стало новой спортивной дисциплиной. Для нее Михаил Семененко разработал специальные правила. Самое главное перекинуть валанчик на сторону соперника. Единственное, что на это перекидывание дается два касания. Рукой-ногой или ногой-рукой в последовательности. Запрещены два удара рукой или два удара ногой подряд. Игрокам нельзя касаться сетки, а пол площадки должен быть покрыт матами. Правила сделали батфайт нетравматичным и понятным для всех возрастов. Так что даже без опыта быстро разбираешься, что к чему. Подальше в батфайте всегда выполняется ногой. Для этого нужно отойти на два метра от сетки и произвести вот такой удар. А результат розыгрыша зависит уже от ловкости и физической подготовки. Сегодня про этот вид спорта знают немногие. Его популяризация – дело тех, кто был лично знаком с Михаилом Семененко. Но развивают батфайт не только ради памяти выдающегося спортсмена. Это продвижение достойной и полезной игры. Говорят, что это смесь караты и бомбинтона. Я бы добавил обязательно футболистам. СПБГУшной команде футболистов всем рекомендую, потому что развивает, естественно, ловкость, скорость и выносливость, самое главное. Настольный теннис – то же самое. Махание пава воздуху руками, конечностями разными, она очень сильно изматывает. Никита Тренклер, Мария Новикова – самое время.